На сегодняшний день на территории Сирокасханской области зарегистрировано более 7 тысяч владельцев гражданского оружия. Как вы знаете, сейчас сфера оборота гражданского оружия перешла в государственную услугу. Всего государственных услуг в сфере оборота гражданского оборота оказывается 14 видов. В 2022 году по статистике было оказано департаменту полиции Сирокасханской области 5752 госуслуги. В текущем году оказано 425 уже государственных услуг. Раньше до принятия инструкции 254 весь документооборот, прием документов, граждан прием также осуществлялся напрямую сотрудниками полиции. С принятием данной инструкции 254 контакт услугополучателей, услугодателей исключен во избежание коррупционных рисков. Сейчас, в настоящее время, весь документооборот переведен в государственную услугу в сфере оборота гражданского служебного оружия, дабы избирать, как сейчас повторюсь, коррупционных рисков. Жалоб по стечению 2022 года и текущего года по оказанию государственных услуг в отношении сотрудников не поступало. Об основу отказано 49 государственных заявок в 2022 году, в силу того, что услугополучатель не подкреплял необходимые документы, согласно инструкции 254. В настоящее время у нас произведено изменение в приказе, что второму МВД РК, где одно из условий у нас ограничение по возрастному цензу, то бишь лица, желающие стать охотником, именно приобрести ружье для охоты, предназначенное гладкоствольное, изначально приобретается. Лица, сейчас у нас достигшие 2021 года, имеют право приобрести себе гладкоствольное оружие для любительской охоты. Я акцентирую внимание, для любительской охоты. Раньше у нас это случалось с 18 лет. Сейчас немножко у нас возрастной ценз увеличился, буквально в конце 2022 года были приняты изменения, а в 2022 году они вступили в законную силу и уже действуют. Также, это касаемо 2021 года, это для любительской охоты гладкоствольный вид оружия. Есть у нас вид оружия, это нарезное. Возрастной ценз сейчас увеличили до 24 лет. И со стажем не менее 3 лет владением гладкоствольным ружьем. Также у нас сейчас упорядочилось приобретение охолощенного оружия. Сейчас данный вид оружия имеет право у нас приобретать по разрешениям выданным органам трендел. Это у нас культура и кинематография. То есть, в своих надобностях, при съемках фильмов или еще каких-нибудь исторических сцен, они имеют право. Остальные граждане не имеют данное право. И согласно сейчас принятой норме административного кодекса, в случае, если у них есть на руках, я пользуюсь случаем, призывая наших жителей сдать данное оружие в орган внутреннего дела на уничтожение. Во избежание вас, если сотрудники полиции у вас обнаружат данный вид оружия, вы будете привлечены к административной ответственности. Охолощенное оружие, это получается оружие, которое было изготовлено заводским способом. Раньше оно было предназначено для стрельбы, было боевое, проще говоря. Сейчас оно деактивировано, то бишь составная часть ударная там удалена. В стволах уже имеются штифты во избежание произведения выстрела. Да, данное это оружие считается охолощенным. И у нас только сейчас кинематография имеет право приобретать данный вид оружия и культура. В настоящее время, в связи с принятыми нормами закона, данное оружие запрещено для хранения у себя дома. У нас сейчас положительные результаты именно по нововведению государственных услуг. Так же, как я сейчас повторюсь, это прежде всего оно было предназначено для исключения коррупционных рисков. То бишь, минимизирован контакт услугополучателя с услугодателем. К административной ответственности по результатам 2022 года у нас привлечено более 900 владельцев гражданского оружия. На сегодняшний день у нас уже более 250 составлено административных протоколов по линии оборота гражданского оружия за нарушение. Львиная доля правонарушений в сфере оборота гражданского оборота у нас является нарушением правил хранения. В городских населенных пунктах у нас, получается, владельцы гражданского оружия должны обеспечить, помимо сейфа, толщина которого должна составлять не менее 3 мм железа, еще дополнительно устанавливается автономная сигнализация, функционирующая либо от электросети, также дополнительно от батареи, проще говоря. Также наши владельцы имеют право устанавливать сигнализации в виде услуг, предоставляемых охранным фирмам, то бишь они могут поставить свою квартиру на охрану, это тоже не запрещается. И новый институт у нас открылся буквально в том году, два центра на территории города Первопавловск у нас открылись по пункту временного хранения оружия. То бишь владелец, имеющий у себя в наличии оружие, имеет право сдать в данные пункты, где будет обеспечено соответствующее охранение. При этом заключается трехстранный договор, один остается, получается, у данного центра, второй остается на руках у владельца, а третий передается в органы трендил. При этом, когда владелец дает в данные пункты у нас на хранение оружия, принадлежащие, он освобождается от каких-либо проверок со стороны органов трендил. Сейчас я понимаю, что львиная доля, как я сейчас повторялся, что у нас является нарушением правил хранения оружия. То бишь там где-то они хранят ценности до сих пор в сейфах, в данный момент сейчас это исключено и запрещено. При этом, когда выявляются такие правонарушения, владелец уже привлекается к административной ответственности по статье 484. Также владельцы не осмотрят и не обслуживают сигнализацию автономную, потому что, как мы знаем, согласно законодательству, за хранение оружия ответственное у нас владелец принадлежащему. Соответственно, он должен обеспечить и полный функционал сигнального устройства. Наши владельцы как бы немножко к этому еще дать не привыкли, и львиная доля правонарушений у нас именно похоронили. Хотел бы еще предостеречь наших владельцев в предстоящем охотничьем сезоне весеннем, чтобы строго соблюдали правила применения оружия во избежание несчастных случаев с применением оружия. Вы знаете, сейчас у нас уже много лет практикуется в Министерстве национального дела при поддержке правительства. У нас институт такой, что за денежные средства жители Казахстана имеют право в период проведения акции сдать за денежные вознаграждения незаконно хранящиеся в них оружие. Все обстоятельства, где-то они там, например, от родственника достались, где-то при разборе каких-то зданий старых, где-то они находят, я имею в виду, на чердаках где-то под полом. Имеются такие случаи, наши граждане сдают за денежные вознаграждения. Имеется факт, что у кого-то прям есть такой гражданский долг, он при обнаружении, и они правильно делают, потому что само оружие это очень опасная вещь. И, как говорится, раз в год и в полка стреляют, потому что во избежание несчастных случаев с ним или с родственников, у кого-то доступ будет к этому оружию, что-то может произойти, я имею в виду, в плане несчастных случаев. Они имеют право прийти в органы внутренних дел, если боятся же транспортировать или идти с этим ружьем. Соответственно, могут позвонить на 102, приедет соответствующая оперативная группа, сотрудники полиции, они добровольно выдадут, будут составлены определенные документы, отобраны объяснения. Далее оружие направится на экспертизу, после определенных проверок соответствующие будут приниматься операционные решения. Но при этом я акцентирую, что лица, ставшие незаконно храняющиеся оружие в органы внутренних дел, сами добровольны, они освобождаются от административной и уголовной ответственности. Так что я призываю наших жителей в Северо-Казахстанской области, чтобы, если в силу обстоятельствах у них такое оружие имеется на руках, чтобы они незамедлительно обратились в органы внутренних дел и сдали запрещенные предметы туда. Самые распространенные, конечно, это у нас из 100%, если так говорить, в аналитических цифрах, из 100% оказанных государственных услуг, 80% это приобретение и хранение, то бишь граждане приобретают и подают на хранение, то бишь продлевают сроки подходящие у них. Само разрешение органов внутренних дел выдается на 5 лет, при этом, если я сейчас, к примеру, могу разъяснить подробно тот алгоритм, который предусмотрен приобретении гражданского оружия для любительской охоты. Лицо должно достичь 21 года, при этом не иметь судимости, не быть привлеченным к административной ответственности. Согласно, есть у нас ограничения и указаны допуски по статье 19 закона об обороте гражданского служебного оружия. Там четко расписаны ограничения, при которых органы внутренних дел имеют и обязаны отказать в оказании государственной услуги. Там у нас получается 25 статьй административного кодекса, которые совершаются повторно в одно и то же правом нарушении. Я сейчас даже могу какой-то пример привести, пример за появление в общественном месте, в нетрезвом виде. Если человек привлекался повторно в течение года, он, естественно, при обращении в органы внутренних дел на приобретение гражданского оружия для любительской охоты, ему будет отказано. То бишь, у нас еще есть такая мера, 9 статей, при которых сразу же ему отказывают. К примеру, даже могу один привести, чтобы это совершение, к примеру, семейного дебоша соцсвязь 73-я, либо нарушение антитеррористического положения. Такие у нас действия, там все четко расписано в статье 19 закона об обороте гражданского служебного оружия. Так что, если у кого-то есть желание, они могут изучить, там, в принципе, он небольшой, там могут для себя изучить. Должен получить охотничий билет, претендент на получение оружия для любительской охоты. Должен получить охотничий билет. Охотничий минимум у нас проходит в течение месяца. Это у нас на территории Северокастанской области. Сейчас у нас одно общество, консионар, который выдает такую услугу. При этом он должен будет оплатить государственные пошлины, иметь ключ ЭЦП, что по электронному правительству через портал ИГОФ подает заявку. Эта заявка обрабатывается в течение 15 рабочих дней сотрудниками полиции. При этом по стечению 15 рабочих дней услугополучатель либо получает разрешение, либо ему отказывают. Но я еще раз повторюсь, все отказы, все отказы сотрудники полиции производят на основании статьи 19 закона об обороте гражданского служебного оружия. Сейчас данные наши услуги, которые департамент полиции оказывает, там они автоматизированы полностью. Даже раньше нужно было посещать банки, Казпочту, к примеру, чтобы оплатить государственным пошлинам, так как данная организация принимает данные платежи. Сейчас это все автоматизировано, никуда услугополучателю выходить не нужно. Если у него есть приложения банковские, которые считывают QR-коды, он на месте может оплатить это все и произвести оплату государственной услуги. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok